I have ways of blowing things off Не совпадает на 5 больше, чем надо, но я его куплю 115 монет, однако, за него дали Это чертовски сложно Сколько нам их нужно сделать, этих ребят? Обучение 10 А что значит купить за 30? Это, наверное, другие дополнительные характеристики мы, наверное, можем купить за 30 Получается промышленный альпинист Я понял, что нужно начинать с нижнего Я понял, что нужно начинать с нижнего Так как вот тут дается сразу много разных Которые потом тяжело исправить Например, сейчас нужно силу и патриотизм Вот они есть вместе Мы делаем почти идеального чувака То есть нам нужно где-то немножечко минусануть Нос тут слишком много, слишком много Патриотизма, например, не хватает немножечко И выносливости 5 не хватает Можем докинуть десятку выносливости Или мы можем, смотрите, сделать, например, сила плюс 5 И... Где у нас только что была сила минус 10? Они взаимоисключаются каким-то образом, да? Вот, сила минус 10 и сила плюс 5 И сила у нас получается идеальная Насчет выносливости и... Так, творчество Творчество у меня как раз отлично идет Давайте применим Этот у нас получился на 90 монет Супер Следующий В принципе, можно В принципе, можно с этим что-то делать А, я за 30 Я покупаю себе новые характеристики, которые... Все, я теперь... До меня дошло как-то работает Сила выносливости Сила и интеллект Интеллект только 20... Творчество минус 20 Интеллект творчества Творчество и патриотизм Давайте посмотрим, на кого это может быть Интеллект и творчество Творчество будет идеально у нас сразу подогнано Интеллекта нам нужно... Силы нужен совсем немножечко Интеллекта нужна 20 Вот так у нас будет Теперь патриотизма нужно накидать Патриотизм и выносливость Патриотизма много надо, блин Творчество и патриотизм Творчество слишком много Если я могу где-то творчество снять Могу, но тогда и интеллект уйдет Сила 5, интеллект 5, выносливость Минус 15 Подходит? Нет, не подходит Что мы можем еще сделать Творчество Нас не хватает интеллекта слишком сильно И творчества не хватает чуть-чуть Можем сделать вот так И докину чуть-чуть творчества А, у нас его слишком много Вот Применить 30 монеток вообще ни о чем Получился тупенький клончик Но ладно, поехали По крайней мере я так понял, что мы не тратим время Пока мы не закупаем новые компоненты То есть мы можем клепать новых клонов Пока у нас есть компоненты здесь Мой генетик Кушер Вот сразу всего понемножку Теперь Силы 5 Патриотизм 20 Нам в принципе подойдет Интеллект Нам немножко А, интеллекта много Нам это испортит Выносливость 15 Выносливость минус здесь Творчество Подкрутим Нет, слишком сильно подкрутим Можно просто вот так сделать Патриотизм Вот так Ну, блин Так прямо идеально, конечно, выходит Но нам тогда не хватает Вот хотя бы выносливости Немножечко И теперь творчество силам На творчество силам Мне не будет А, творчество надо было наоборот Убрать Творчество было слишком много Ну, так и слишком много Патриотизма Сила Выносливость творчества В плюс Не очень Так, как лончик выходит Давайте посмотрим Что будет Если у нас белый не совпадает Да, 30 монет за него дают Нам его засчитывают Да, 4 клона Отлично То есть Давай, дальше До свидания И у нас не уходит время Пока мы не покупаем Новое Так Генетик Да, силу 5 Сразу в идеал Интеллекта 10 Творчество Патриотизма Вот так Интеллект 15 Патриотизм 20 Крутая комбинация Получилась Тоже на 75 Вполне подойдет Нам 5 клонов Собрать Следующий Я думаю Что мы сейчас 5 сделали Нам пока что Хватит для начала серии В следующей серии Мы еще 5 сделаем Я сейчас пойду Позвоню Потрачу на это 15 минут Получается Да Свали с телефона Пожалуйста Сдам Достать информацию О коллегах 500 Тоже хорошо Конкурентная среда Принимаем участие Согласен По личным вопросам Тут не звонят Хорошо Ты у нас Мари Кури Нет Вот мне вот эта девушка Нужна Мне нужна Амелия Вайс Которая Погорите По всем Личной жизни Вот Посоветовать Заняться Саморазвитием Мне кажется Ей нужно подумать Саморазвитие Откроют Откроются Новые горизонты Это не так просто Кажется на первый взгляд Уверен Конечно Да Пройдешь паркурсы Встреча новых людей Заведешь связи У тебя все получится Хорошо Спасибо за свои слова Если увидишь Объявление по каким-то курсам Дай знать Хорошо Оооо Объявление Объявление можно найти Будет на улице Но чтобы шастать На улицу Это нужно будет время А у нас сейчас Время Будет на чтение Книжек Книжек у нас Блин много А Стойте Установка Установка Оборудования Я что-то совсем Забыл про него Где у нас там были Бюстики И всякое такое Так Питьевой фонтанчик Установить. В общественном телефоне можно было бы установить. Так, тут питьевой фонтанчик, тут тоже установить, конечно. На это, к сожалению, тоже придется потратить время. Я уверен, что те книжки там будут часов по 10 прям читать. Так что это печально все. Установить. Этот квест от босса, его надо делать. Так что с этим вроде как неизбежно придется что-то. Так, ну-ка, поговорить только всем. Не-не-не, все, до свидания. Пойдем тогда еще на первый этаж. Сейчас нам тоже в статуи, в фонтанчике, во всякое такое повтыкаем. Блин, это дофига просто времени уйдет. Печаль. Но, по крайней мере, мы можем относительно без проблем наклепать себе деньги. Потому что эти клоны, хоть и по тридцаточке, но они приносят. А это если плохие, а если нормальные, то они по соточке приносят. Что не может не радовать. Статуя вождя. Ну, как мы уже с вами знаем, что вождь фигура эфемерная. Вот, и как таково не существует. Просто существует группа людей, правящих государством, от имени вождя. Нет, в этом можно только поискать. В автомат общественного питания можно будет, наверное, подкинуть, да? Сейчас посмотрим. В общем, все те места, где можно было... Да, в автомат общественного питания, хотя он и не работает. По сути, двоих своих коллег я могу пнуть уже сейчас. У меня есть запрещенка, которую я могу им подкинуть. Мне нужно, наверное, сейчас себе... Нужно прокачивать взлом замков, что ли. Чтобы я мог открыть ящичек вот этого уродца, который, типа, самый умный. Ну, и горизонты. Организация по развитию личности. Два из трех, пять из восьми. Блин, а тут еще прям есть где ставить, серьезно? А где? А, ну, этот общественный телефон еще, да, согласен. На улице же оно, наверное, не считается. Хотя кто... О, фонтанчик. А, вон еще один бюстик. Вижу. Это, получается, где-то одно последнее будет, да? Офигеть, сколько я на это время потратил. Ага, семь из восьми. То есть, да, у нас остается где-то что-то одно последнее. Карл. Везде клоны, везде клоны Карла, да? Причем он такой говорит, на нашем этаже ставить не надо. У нас все и так хорошо работают. Фонтанчики, бюсты вождя, телефоны. Про тележки никто ничего не говорил. Фонтанчики. Погоди, свидетель работоспособности установлена. Это значит, еще один где-то фонтанчик должен быть? Твою тележку можно обыскать серьезно. На это четыре часа уйдет. А я не помню, занимался я этим хоть раз или нет. Так, там можно покопаться. Значит, где-то есть еще одно местечко. Где-то есть еще одно местечко. Куда можно установить? Да, тут только это, восславить солнце можно. Тут вроде нет. Но если я сейчас не найду, значит, это где-то на двенадцатом этаже. Да, да, да. Настоять. Ничего не делал, сработал детектор. Штраф 400. Штраф 400. Потребовать официальный штраф. Жлоб. Да. Я могу еще, кстати, тут поискать. О, в кабинку можно будет установить, наверное. Нет, тут ничего нет. Да, тут последний. В кабинку будет установлен. Офигеть. Ну что ж, задание обновилось. Поговорить с Вайнбергом. Это мы будем делать завтра. У нас получается три часа. Еще два нам добавят. Еще два нам добавят, когда мы придем домой. Это пять. Это крайне мало, потому что у нас будут еще квесты с выходом на улицу. У нас есть целых три книги. Последователь секты Слово Вождя. Что? Ну, услышите Слово Вождя. Откройте для него свою душу. Приходите к нам в Слово Вождя, чтобы получить ответ на все вопросы. Прям на любые. Мудрость Вождя не знает границ. Не нужно больше думать. Не нужно мучиться с выбором. У Вождя есть ответ на все вопросы жизни и существования. Просто приходите к нам и узнаете. Кто бил отца? Чудесный вопрос. И, конечно, у вас есть ответ на него. Открываем цитатник. Раздел убийства. Глава убийства близких родственников. Мы мечтаем потеря близкого человека. Беда. Потеря веры в наше дело. Трагедия. Что это значит? Это значит, что не о том вы думаете. Думаете о том, как помочь Вождю. Вступайте в наши ряды. Помогайте Вождю сделать мир лучше. За что наказали моего коллегу Джорджа Хемница? О! Великолепный вопрос. Наказание это милость Вождя, с помощью которой он указывает на правильный путь. В цитатнике Вождя есть целая глава про наказание, с которой вы можете найти объяснение всему. Вот, например, показательное повешение. Великая честь. Ибо наказанный дарит живущим надежду на завтрашний день. Я думаю, что Хемец был сильно рад такой чести. Не все способны принять мудрость Вождя. Приходите к нам, мы научим видеть ее во всем. Где взять денег? Отличный вопрос. Вот все спрашивают, где взять денег? А ведь только Вождь точно даст ответ на этот вопрос. И кого ответ? Вот, смотрите. Цитатник Вождя, страница 59, третий абзац сверху. Не спрашивайте меня, где взять денег. Гениально, правда. В чем смысл жизни? О, замечательный вопрос. Скажите честно, вы уже искали ответ на него в других местах? Как книгах, фильмах, спектаклях? Может быть, у вас есть друг философ? Враги народ, нет у меня таких друзей. Упс, проверочки, не обижайтесь. Работа такая. Так вот, ответ на этот вопрос вы не найдете нигде, кроме трудового Вождя. Хотите его узнать? Конечно. Приходите на собрание нашей организации. Откроем вам смысл всего исущего. Да, да, да. До свидания. Это посоветовать, да, новые горизонты о саморазвитии. Да, да, да. Отправить ее на зомбацию к этим ребятам. Супер. Валим домой. Здравствуйте. А ты фигли в моем доме-то? Извините, мы знакомы? Ну, не знаете. Точнее, знаете, но не сейчас. Точнее, сейчас тоже знаете, но не знаете, что это я. Что вы несете? Я Горацио Ньюпорт. Что? Ты из будущего ко мне? Серьезно? А я тебя знаю одного Горацио Ньюпорта. Подождите, вы его отец? Что вы хотели? Нет, я не его отец. Я и есть Горацио, только из будущего. Я слушаю. Наверное, это глупо, да? Продолжайте. Я буду говорить коротко, у меня мало времени. В клонах есть ошибка. Точнее, в их прошивке. Эту ошибку допустил я, когда мы с тобой работали вместе на одном этаже. Какая ошибка? Это не важно. Важно то, что клоны сохранили подавленную агрессию и в будущем начнут убивать людей, потому что посчитают их несовершенными. Что хочет меня? Ты должен не дать мне совершить ошибку. Докажи. Я знал, что захочешь проверить. Кажется, кто-то стучит в дверь. Откроешь? Ты издеваешься? Поэтому вернулся в ваше время еще раз, но на пять минут позже. Как сделать третью свою копию в этом времени? Нет, спасибо. Достаточно двух. А, оно не нажимается больше. Хорошо. Я хотел посмотреть еще другие вещи. Почему ты не сделал, что ты сам? Мы придумали машину временную, мощность хватит на прыжок длительностью 15 минут. Я не успею добраздать самого себя за это время и все объяснить. Ты меня же добрался. Я нынешний живоохраняем в пансионе для молодых гениев. Туда не попасть. Работе? Работе я даже разговаривать с собой не буду. Я был тем еще заносчивым придурком. Это правда. Что нужно сделать? Со мной, молодым, разговаривали бесполезно. Ты должен получить доступ к моему терминалу и исправить код. Я не умею. Там все просто, я тебе расскажу. А если не получится? А если ты мне не поможешь, у меня останется один выход. Убить самого себя здесь и исчезнуть навсегда. Но на один выстрел времени хватит, хотя не хотелось бы. А что будет с ошибкой? Она не пойдет, но вариант прошивки и клоны не станут агрессивными. Эван, мы теряем время. А про будущее? Апокалипсис? Как так получится, что клоны... Прошивка накладывается поверх подавленной личности клона. Ее не закрыть, дырку личности носителя... Если не закрыть дырку, личность носителя прорвется. А Карлам давно надоело подчиняться. Про тех, кто спасся? Как ты был спаслиц? Я работал на укрепленном секретно-научном объекте. У нас в работе не использовались клоны. Они были слишком тупыми для наших нужд. Поэтому мы выжили. Остальные... Не знаю. Связь рухнула почти моментально. А потом клоны начали нападать на нас. Один антрополог сказал, что это значит, что у них не осталось других целей. У нас есть сторожевые башни с пулеметами. Но этих тварей с каждым днем становится все больше. Новые технологии? Неужели в будущем нет технологий, чтобы справить ошибку? Технологии есть, но для начала надо справиться с теми клонами, кто уже сбрендил. А их слишком много. Почему? Технологии клонирования оказалось нам решением большинства проблем. Клоны заменили всех, кого можно было заменить ради улучшения. Но мы слишком поздно опомнились. Про страну и вождя? А как отреагировал великий вождь? Неужели власть ничего не делала? Не думаю, что ему сообщили. Да даже если бы сообщили, после 138 пересадки сердца он уже был плохо. А после 167 вообще сдал и вряд ли что-то понял. Да я не знаю, жив он или нет. Мы не получили никаких вестей извне после происшествия. Аванс. Я согласен с помощью за небольшой аванс. Хорошо, будет тебе аванс. Я знал, что ты не откажешься. Как получить доступ? Пароль своего терминала. Потому что пароль постоянно менялся, меняется. Бюро пропусков выдает новый пароль каждый день. Как? А, то есть... Извини, мне пора, время кончилось. Надеюсь, что вернусь не в тот мир, который покидал. Да, кстати, в терминале правильный ответ B. Запомни. Терминал, ответ B. Погодите. Я это записал. Мне кажется, это слишком важно. B. Все, мне пора. Как бы со мной теперь не сыграла шутку оптимизация. Ну, то есть перевод, локализация. Пардонте, а не оптимизация. Так. Давайте посмотрим, что у нас по счетам. Кто-то стучит, кстати. Оплатить все. Плата прачечная, штраф. Да, да, да. За присвоение сбора... Подавитесь. Кто-то стучит. Давайте посмотрим. У меня, кстати, авторитета почти нет. Добрый день. Вы много работаете, вы сильно устаете, вы не можете добиться успеха в карьере, вы стараетесь, но у вас ничего не... Извините, кто вы? Я тренер по личности, не противаться со мной, у вас все будет получаться. Вы добьетесь успеха, вы продвиньтесь по карьерной. Спасибо, мне это не интересует. Может, у вас низкая самооценка? Приходите на мои тренинги по программе самоудовлетворения и возродите интересного усилия. Самоудовлетворение? Я не ослышался. Вот видите, вы уже заинтересовались. Моя организация «Полюби себя сейчас» проводит тренинги развития личности, в том числе и тренинги по самоудовлетворению. Вы ведь хотите себе нравиться. Я и так себе нравлюсь. Это замечательно. Вы такой уверенный. Пожалуйста, возьмите нашу листовку, распространите ее на работе, пусть все будут счастливы. Хорошо, давайте. Во! Я могу ее отправить на самоудовлетворение или в секту вождя. Блин. А куда лучше? Новый сериальчик посмотреть? Смотреть я сериал не буду. Их еще и покупать надо. До свидания. Не, как бы я могу с ними подружиться, но оно, блин, мне надо. По крайней мере, сейчас. Читай три часа. Новый навык взлом терминалов ракета. Я могу прямо сейчас хакнуть, ну, прочитать, в смысле, том четвертый. Новый взлом дисковых замков, кодовых замков. Мне нужны дисковые замки. Давайте я полностью выучу ракету. И два часа в терминал, в это, в дисковые замки вложу. И кодовые замки. Итак, нужно еще 10 часов для того, чтобы выучить все это. Так, новые люди. Мы можем с кем-то подружиться, с кем-то не дружить. Серьезно, я могу их всех просто взять и выгнать одним махом. Кехлеров можно пойти. Нет, останемся дома. О, денежки у нас полторы штуки. Не то, чтобы прям много, но хоть что-то. Пойдем спать. Куда же мне отправить нашу мамзель? Куда, куда, куда? И к начальнику надо зайти, отчитаться о задании. И вообще, нужно много чего сделать еще. У нас денежных заданий нету, кстати. Выбрать вариант Б, в рабочем в Горацию. Это мне нужно сначала выучить, да? Это ошибки прошлого. Кстати, полторы штуки дают. Поговорить с Вайсом саморазвития. Она мне денежки отсыпет. Было бы неплохо. Куда мне и посоветовать пойти. Честно говоря, второй вариант, мне кажется, веселее. Поэтому, наверное, посоветую второй вариант, который к нам в дверь стучал. Сколько квестов сразу висит? Стой! Стой! Женщина! Саморазвитие. Семинар по развитию личности. Нашел очень интересный вариант. Ко мне домой пришел человек и принес листовку по курсам личного роста. Человек был очень хорошо одет и внушал доверие. Я думаю, что это лучший вариант. Очень интересно, уверены? Да! А, Эмеля, я абсолютно уверен. Лучше варианта не найти. Я думаю, они смогут помочь тебе. По всем, министерство коллеги. Что расскажешь? Так, хорошо. Валим дальше. Идем к шефу. Погоди. Тебе что-то надо? Ну-ка. Чем дело, Оливер? Наш этаж чертовский отстает от плана. И все потому, что набрали балласта, который ни черта не работает. Ты про кого? Да, понятно, про кого. Про эту Марию Курии, будь она неладная. Все держат ее за ученого. А по мне, так она курица курицей. Кудахчет и кудахчет. От чего хочет к ней понять. И главное, все показатели к чертям. Можешь попробовать поговорить с ней на ее языке? Ну ты умник, вот и поговори. Я не знаю язык. К тому же, в министерстве наверняка есть переводчики. Нет переводчиков. Расстреляли их подозрение в шпионаже у Вайнберга в кабинете. Я видел самоучителя Южноборейского для самых маленьких. Возьми, может еще какие книги найдешь. Но, Малер Эдгрейв, заставь ее работать, если... Согласится. Да, да, согласится. Попробую, а сделаю, Эван. Мы ученые и любим точность. Моя твоя понимать. Сложности перевода. Южноборейский. Выучить основы Южноборейский. Серьезно, на это мне тоже надо будет время тратить. Так, Карл. А что если я покопаюсь у него в столе? Это будет воровство или нет? Пять часов! Полчаса. Я могу это, кстати, вскрыть. Лты да в лост для начинающих. Это не воровство. У-у-у-у-у. Здрасте. Что нужно? Кодовых замков. У меня это есть. У меня есть и то, и другое. Так, а что будет, если я вот сюда посмотрю? Раз уж мне это доступно. Да, это пять часов. Да, это до черта. Но мне интересно. И все. И все. Открыть. О, получили страницу дневника. Чем ближе к кончанию работы, тем больше начинает накаляться обстановка вокруг. Ощущение надвигающейся угрозой меня не покидает. Воздух как будто наэлектризован. Вчера было предотвращено очередное покушение на Вайнберга. Причем Фергюсон уже даже не скрывает своей досады по поводу этой неудачи. Они похожи на свору псов, которые дерутся за костью, висящую на веревке над их головами. Все, что мне остается, взять пример с Хемницей, погрузиться в работу, чтобы не видеть происходящего. Иногда я напоминаю себе, что Стараус, пытающийся спрятать голову в песок, в министерстве рискует разбить эту голову о бетонный пол. Но я должен закончить этот проект, тогда у меня будет шанс на искупление. Открыть второе. Страница. Приятно считать, что альфа-ритмы отсутствуют у людей с врожденной слепотой или атрофией зрительного нерва. А вопрос об этой особенности встал довольно остро, когда де Сальва вместе с Вайнбергом предложили попросту снабдить всех слепых в стране билетом на посещение блаженного сна. Черт бы их побрал. Этот проект разрабатывался как раз для того, чтобы никому больше не пришлось умирать. И хвала небесам. Пришли последние данные, согласно которым альфа-ритмы не являются главным показателем восприимчивости рецепиентом. Но меня в очередной раз поразило, как легко они решают любые затруднения. Нет человека, нет проблемы. Это просто омерзительно. Еще один повод крепко задуматься об ограничении доступа к терминалу управления. Кстати, осталось шесть. Причем два я знаю где лежат. Но чтобы их забрать, мне нужно их украсть. Пойдем сдадим задание. От этого дня у нас вообще копейки уже остались. Его терминал мы тоже сможем взломать. Мы нашли уже все учебники. Нам просто их надо выучить. Сдать излучателя и отчитаться. Конечно сдать. Я закончил с излучателями. Ничего не перепутали. Нет, все как вы говорили. Статуи и торговые автоматы. Отлично. Посмотрим, как это повлияет на общие показатели тестирования личности. На чем вы становились? Говорили, что излучательный побочный проект. Ваш с отцом работы. А что было основной цели? К сожалению, не могу тебе этого рассказать. Это секретная информация. Хэндоль? Что? Нет, я ничего такого не говорил. Хотя бы в двух словах. Наверняка какая-то гениальная идея. Гениальная? Не то слово. Но хорошо. В двух словах. Мир несовершенен. Мир несовершенен. Извините, товарищ Венверк. Не такая уж новая мысль. Новизна мысли определяется выводами из нее, Эван. Мы с Калебом пришли к выводу, что несовершенство можно исправить, если исправить тех, кто его создает. То есть людей. Либо они перестанут делать ошибки, либо их придется заменить на тех, кто ошибок не делает. Заменить кем? Мисс, вы круто. Весь очень непонятно. Клоны? Вы хотите заменить людей клонами? Для начала мы просто должны лучше изучить людей, препарировать их сознание, понять их суть, чтобы не повторить их ошибок в клонах. Ты уже прошел тестирование личности? Узнать больше. Ну, чем оно нужно? Для работы мне необходимо постоянно проверять обобщенный уровень различных характеристик личности стандартных людей. Тестирование позволяет оценить степень влияния наших идей и усилий на массовое сознание. Ты уже прошел? Да. Да, и какой у тебя был бал? Способность к лжи. Первое, что мы исключаем из характера клонов. Лень. Второе. А третье, мы снижаем болевый порог. Потому что те, кто лгут и ленятся, часто бывают наказаны. Извините, товарищи, я ему больше такого не повторится. Я обязательно пройду тестирование. Я про... Рассказывать ему, естественно, ничего не буду. В смысле, такое расскажите. Ты о чем? Дурак, что ли? Пройти тест. Мне нужно пройти обязательно тестирование в служебном телефоне. Я не уверен, что я хочу это делать. Более того, я вам скажу, что я уверен, что я не хочу этого делать. Мне нужно выучить этот барейский, курийский. В общем, вы поняли. Валим домой. Валим домой. Много у меня, конечно, ушло на это времени. 5 часов на обыск. Аж прям обидно. Причем, мне нужно 10 часов только на изучение тех книг. И мне докинули еще книженцию поизучать. Ну, спасибо, блин. Хорошо. Зато мы, когда мы их выучим, мы сможем лазить, во-первых, в компьютер умника, во-вторых, в компьютер главного. Хватит ли у нас сейчас денег... Блин, три новых счета. Ну, то есть, хватит ли у нас сейчас денег танковать все это, знаете? Не хватит. 700. Сбор, конечно. Да. Сразу. Денег мне хватит на еще один день. Что отвратительно просто. Мне нужно сдать какие-то... Так, черт, не буду я новые сериалы подбирать. Ну, прикиньте, сейчас штуку грохнуть на сериалы. Ага, два раза. Так, что вы мне предлагаете? Самоучитель. Час. Прочитано. Хорошо. Кодовые замки, дисковые замки. Давайте, продолжаем вливаться в это. Осталось совсем немножечко. Валим спать. Попробуем завтра поговорить с девушкой этой. И нам нужно будет серьезно взяться за работу, потому что, если мы завтра не заработаем деньжат, то есть сегодня уже, то это будет катастрофа. Нас завалят счетами, и все. Пройти тест, сложность перевода, узнать, укрыть, почему он не работает. Пойдем. Сейчас окажется, что там буквально какой-то мелочи ей не хватает. Я мог ее просто выбросить. Ну, кури в смысле. Подложить ей там какую-нибудь загранвалюту, и все, и она бы уехала далеко и надолго. Я не хочу проходить тестирование, раз уж на то пошло. Давайте сначала с девушкой поговорим. Это она. Да, это она. Привет, Мария. Вот, и говоришь о моем языке, о моем. Ну, наконец-то, они догадались переводчика. Я не переводчик. Знаю ты, Эван, определять умею ваши имена. Кто ты? Я просто твой коллега. Протесты. Вы слышали что-нибудь про тестирование личности? Язык ваш смешной такой. Я его слышу, как хэ-хэ. Тестирование личности? Не слышу. Обо всем? У-у-у, как у него дела? Как твои дела? Дела у него творятся, как белая сажа. Вот так, да. Так, про охранника. А кто это с вами? Да, охранник, не показывай, что говорим про него. Почему? Будет хуже. Потом, там, где меня держат, когда люди не будут видеть нас, он будет спрашивать и бить, бить и спрашивать, а потом, потом, успокойтесь. Все, нельзя плакать, я справлюсь. Про семью. В стране осталось. Вы с ними общаетесь? Только в мыслях. Телефон нельзя. Про быт. У нас нормально содержит. Меня поселили в доме, вместе с охранником. Вы в нем нуждаетесь? Продукты есть, жизни нет. Что? Хочу домой или умереть. Так, спроси, как это за с министерства? Как это за с министерства? Похитили спецназ вашей страны? Я генетик, нейробиолог. С докладом выступал на международной конференции. Похитили? Да, из гостиничного номера. Ночью посадили за стол, дали бумаги, пробирки, микроскоп, дали где спать и охранника. Извините. Ну что, за все это? Иван, это не ты, твоя страна так сделала. Ты тоже пленник, только без охранника. Вы тут все в клетке. Очень проницательно. Про коллег. Ты не общался, не обращался к кому-нибудь здесь? Может, кто-то знает язык? Я не знаю, кому доверять, Иван. Меня может быть тоже ты шпион. Что? Может быть, ты тоже шпион и мне будет хуже. Какой я не шпион? Откуда мне знает? Но не могу больше молчать, так что поговорить на языке родного хочу. Ясно. Почему не работаешь? Ну, явно, почему она не работает. Очень честно сказать, я специально изучил язык, чтобы узнать, почему ты не работаешь. Я не работаю? Да, Оливер Вертинский говорит, что ты занимаешься нейробиологией, генетикой, а код ДНК, универсальный язык, не требующий перевода на язык человеческий. Он ждет тебя результата. Универсальный язык, если бы Оливера твоего каждую ночь бил тюремщик, забыл бы он все языки. На чем ты говоришь? Весь день сижу, страхом жду ночи, не могу писать, не могу читать, не могу ничего. Почему? Ну, а что охранник приходит, злой, плохой, никто не видит. Тебя избивает охранник, почему ты ничего не скажешь? Ах, да. А что-то пыталась, не понимает никто. Мне страшно, выхода нет. Это безобразие, я этого так не оставлю. Он отстанет от тебя, или я найду на него управу. Ему придется сильно пожалеть. Нет, Эван, хуже будет, не выдержу этого. Не переживай, добрался до этого тяжа через такие препятствия, что какой-то охранник меня уж точно не остановит. Уйдите. Ясно, понятно. Хорошо. Дружище, нам бы нужно охранника того. Привет, Карл. Здравствуйте, чем могу помочь? А, я не на того нажал, извини. Ты Оливер, да? Я вас перепутал. Рассказать, почему кури не работает. Я высказал, почему кури не работает. Мы можем потом говорить? Выкладывай. Сказать правду о том, что ее насилуют охранник, который к ней приставил. В общем, он бьет, насилует марию каждую ночь. Охранник, да что он себе позволяет? Ей сюда не для этого привезли. Можете что-нибудь с этим сделать? Хорошо, я с ним поговорю. Ступайте. Я с ним поговорю, это не то, что я ожидал. Пройти тест, ошибка. Самообучение. Кстати, да, я могу же еще пять кланов подготовить. Получить повышение. Найти компромат. Так. Дружище. Подопечная? Да дура она. Лопачивает по-своему. А чего хочет, непонятно. На заднице у нее шикарная, правда? Ты бы это... Да ладно, не стесняйся. Вот не стесняешься. Все равно она никому не расскажет. Чтобы она не сбежала. И как? Да скучно. Скука смертная. Целый день мистерства, как пень. Отнорадостей я еще и ночную работу. Вы и ночь охраняете? Охраняя, загоняя в кровати, как давай охранять. Она верещит, отбрыкивается, нравится, значит. Закончить разговор. Моя твоя понимать. Стой, 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 дружище, стой, мне стой поговорить. Расскажи мне про тесты. Не хочу расстраивать начальника. Не хочешь его трудно обрадовать. Его радуют только идеальные Карлы. Ясно, понятно. Дальше. Я бы хотел больше узнать серьезно про эти тесты, потому что... Ну его нафиг. Про тесты. Не хочу расстраивать, да. А, они тебя повеселяют. Бессмысленные и беспощадные. Как удар током. Где можешь? Выбирай вождя. Не ошибешься. Я тебя понял. До встречи. Так, девчуля наша ушла. В общем-то, и все, да. Хорошо. Тогда. Давайте на этом заканчивать серию. Я пока что попробую немножечко деньжат заработать. Потом встретимся в следующей серии уже, я надеюсь, что сплю с какой-то прибылью. И уже, наверное, начнем с этого теста. Я уже не знаю, делать его или не делать. По крайней мере, сохранюсь и попробуем рискнуть. Пока что. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодшим. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал.